Паводковые воды повредили линию связи на участке Ишимабадская. Без сообщения остались 11 населенных пунктов. Такова легенда учений, которые прошли сегодня в районе реки Карасуль. Максимальное время на устранение аварии 10 часов. Как специалисты справились с поставленной задачей, расскажет Аксана Павлова. На место незамедлительно выехала группа связистов в сопровождении МЧС. Сотрудники в спасательных жилетах и с лодками готовы были в случае необходимости переправить бригаду на другой берег реки. К предстоящему паводку 2018 наша служба готова на 100%. То есть, учитывая опыт прошлых лет, проведены анализы, оснащение, учение личного состава обучения. То есть, готовы на 100%. Точное место порыва обнаруживается с помощью трассопоискового прибора. Погрешность его показаний не более 1 сантиметра. На кабель, когда заходим, он показывает две стрелочки. Точное местоположение. Все. Если я ухожу за порыв, я кабеля уже не увижу, потому что сигналу некуда будет в кабель идти. Кабель может находиться на глубине до 6 метров. С промерзшим грунтом справляются с помощью техники. Кусок деформированного кабеля заменяют. Это самый сложный и длительный процесс. Его выполняют в передвижной оптической лаборатории. Вот происходит сварка дуга электрическая. Все. Волокно срощено. Сварка оптоволокна – это процесс просто ювелирный, потому что оно тоньше человеческого волоса. Сначала вот на этом аппарате каждую ниточку обрабатывают, а вот здесь их сваривают. И вот такую процедуру специалист может повторять более 100 раз, в зависимости от емкости кабеля. Максимальное время на устранение аварии – 10 часов. С поставленной сегодня задачей связисты справились. Готовы к паводку и другие службы. Ишимский район, я думаю, что готов уже к паводку. Все мы мероприятия провели. Что-то дорабатываем, что-то отрабатываем. Но это уже взаимодействие тут все. И вот эта сегодняшняя учеба – это тоже один из этапов подготовки и проведения наших взаимодействий. 11 апреля исполнилось два года самого большого за последние полвека паводка в Ишиме. Будет ли большая вода в этом году – сейчас пока не ясно. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Тюменское время.